В Красноярске, похоже, окончательно решен вопрос с одним из главных долгостроев в центре города. Здание Насурикова, в котором изначально должен был разместиться торговый комплекс Эльдорадо, в итоге превратится в гостиницу. Соответствующие договоренности достигла мэрия и собственники помещений. В администрации города считают, что в этом месте сегодня не может быть ни магазина, ни торгового офисного здания. Собственникам долгостроя предложили переформатировать комплекс. После длительных переговоров стороны пришли к общему решению. Через некоторое время здесь разместится гостиница. Очень сложная обстановка, транспортная, и новое притяжение в этом месте невозможно, потому что вызовет коллапс транспортный. Дело в том, что обеспеченность парковочными местами практически не нужна для гостиницы. Человек въезжает в город на такси в гостиницу и, как правило, остается. Потом либо так же передвигается пешком, либо на такси. Поэтому с нашей точки зрения гостиница была бы оптимальна. Существует еще ряд проблем чисто юридического плана из-за долгостроя, из-за документов, которые мы планируем, скажем так, до конца года привести в порядок. Арендатор этого участка земли и владелец сооружения Андрей Сенченко сегодня согласился рассказать нам о своих планах по долгострою. Это первое интервью бизнесмена за все 8 лет скандала вокруг Эльдорадо. Говорит, что приступит к реконструкции здания в ближайшие несколько месяцев. Сегодня проводит экспертизу помещений, выбирает из четырех проектов, предложенных архитекторами. Уже через год-полтора здесь будет четырехзвездочная гостиница. Сделать больше номера, чем у других, по габаритам. Ну, в общем-то, даже более крупнее, чем обычно принято в гостиницах с четырехзвезд. Сделать упор на санузлы, на просторные, качественные санузлы. То есть, хотим натянуть качество 4+, но по цене трехзвезд, так скажем. Я думаю, в этом мы только сможем выиграть. Андрей Сенченко уверен, что открыть Эльдорадо мог еще три года назад. Вот так здание должно было вписаться в городскую среду. Однако в дело сначала вмешался кризис, да и судебные тяжбы с жителями и мэрией не позволили вовремя закончить стройку. Бизнесмен не скрывает, запустить торговый комплекс в этой части города для него было бы гораздо выгоднее, чем гостиницу. Да, мы несем определенные риски. Безусловно, торговый центр значительно дешевле, чем гостиница. Потому что там что? Я делаю фасады, я завожу сети, делаю минимальную внутреннюю отделку, отделаю проходные зоны, там лестницы, ставлю навигацию в комплексе, ну там все эти разметки. Заходят арендаторы и даже за год, за два порой вносят средства. Естественно, гостиница будет значительно, но дороже. Депутат Александр Глесков следит за скандальной стройкой с 2005-го. В свое время, как адвокат, отстаивал интересы жителей соседних домов, которые были против появления здесь торгового комплекса. Строители отсудили вот эту площадку, оно сейчас все зарегистрировано как объект незавершенного строительства. И городские власти, ну по сути, здесь оказались в безвыходной ситуации, потому что снести на сегодняшний день это невозможно, потому что есть право собственности. Значит, можно только искать какой-то компромисс. По мнению архитектора Михаила Меркулова, решение выдать разрешение на стройку Эльдорадо в этом месте изначально было ошибочным. Чиновники тогда не посоветовались с экспертами и в итоге все вылилось в конфликт жителей и бизнесменов. Это была безусловно ошибка и скорее всего ошибка небескорыстная. Это, как бы сказать, это не делает чести ни нашему городу, ни нашей бывшей администрации, когда в городе появляются такие вещи, где совершенно очевидно смысл этих вещей и их. И поэтому они стоят недостроенные, мертворожденные, вот такие вот скелеты и портят наш город. Долгостроить в центре – это вообще бич и проблема вот таких городов, как Миллионников, как Красноярск. Да, я думаю, что любых городов. Но вот я отношусь к этому категорически негативно, потому что это уродует лик города. И, конечно же, этот вопрос нужно решать. Держать долгостроя никогда не было выгодно ни бизнесменам, ни городу, который получал с них мизерные налоги. И тем более теперь, когда на последней сессии Горсовет принял новый нормативный акт. Отныне арендная плата за участки земли под долгостроями за трехлетнюю просрочку вырастет в два, а за шестилетнюю – в четыре раза. Это позволит стимулировать застройщиков к выполнению намеченных сроков сдачи объектов в эксплуатацию. За ошибочные решения нужно отвечать. И в этой связи, как я и обещал, мы ликвидируем объекты, уродующие город. Либо они будут снесены, либо они будут таким образом видоизменены, чтобы не доставлять неудобства горожанам. Пока непонятно, как в итоге будет выглядеть здание гостиницы. Предприниматели раздумывают и над ее названием. Добавлю, что собственник здания на Сурикова планирует открыть гостиницу в конце 2014 года. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afonto.ru. Сергей Кузовков, Михаил Ткачук. Афонтова. Новости.